Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. Сегодня мы с вами будем распаковывать мои косметические покупки за последние два месяца. Вообще, изначально я планировала снимать подобные видео каждый месяц, но после всех декабрьских скидок и распродаж у меня в конце января было, скажем так, недостаточное количество именно коробок, чтобы прямо сесть и записать одно целое видео с распаковкой. Поэтому я так немножко попридержала свои там жалкие парочку заказов и уже сейчас, в конце февраля, мы можем с вами сесть и распаковать все мои заказы за январь и, соответственно, за февраль. Сначала я покажу то, что я купила сама и уже ближе к концу видео там будет буквально парочка посылок, которые ко мне приехали с американских сайтов для блогеров. Я уже как-то рассказывала об этих сайтах и даже снимала отдельное видео, оно, по-моему, называлось «Честный обзор на бесплатную косметику», и вот там я как раз показывала именно то, что мне эти сайты прислали и делилась своим честным отзывом на все это дело, и далеко не все, скажем так, мягко очень, если выразиться, далеко не все мне оттуда понравилось. Так что да, я немножко ближе к концу видео покажу, что ко мне приехала, соответственно, с этих сайтов, и давайте уже приступим. Я уже приготовила свой рабочий инструмент, и первый заказ у меня будет с американского сайта «Алта». Конечно же, вездесущие пакетики. Ой, тут много всего. К сожалению, этот сайт не отравляет никуда, кроме США и Канады, и я у них стараюсь заказывать, только когда они дают подарки за покупку. Я так понимаю, что вот в этой косметичке как раз-таки мой подарок за покупку, потому что я вот это вот не заказывала. Давайте сначала посмотрим, собственно, что я заказала, а потом уже посмотрим, что в подарок мне положили. И первое — это набор жидких матовых помад от бренда NYX, именно в формуле Lingerie. Я уже рассказывала, что формула из всех вот жидких матовых помад от бренда NYX, именно формула Lingerie является моей любимой. И здесь оттенки Teddy, Push Up и Lace Gloves. Я стараюсь периодически заказывать что-то из как бы более дешевого сегмента, да, потому что подавляющее, наверное, большинство в моей коллекции именно косметики — это премиум сегмент американский. И понятно, что каждый день не блюбишься, да, что-то вот покупать из этой вот довольно дорогой американщины. Поэтому я стараюсь брать что-то из фаворитов других блогеров именно из масс-маркета. И вот эта вот палетка хайлайтеров от бренда Sleek. Здесь, соответственно, вот эта вот палетка и Major Matte Metallic помада. Я взяла именно набор, а не одну палетку именно хайлайтеров, потому что набор был дешевле, чем полная цена, соответственно, за 11 хайлайтеров. Ой, что-то такая она маленькая. Я почему-то, когда смотрела вот в Инстаграме на фотографиях, мне казалось, что она такая прям большая. Я это делала по сводчу. Интересно. Здесь один кремовый хайлайтер, три пудровых. Я, честно говоря, небольшой фанат, когда кремовые продукты рядом с пудровыми прям вот так вот просто в палетке без каких-то ограничителей. Это масло для волос от бренда Redken. Стеклянную упаковку я взяла, потому что скидка была большая на это масло. Оно, по-моему, меньше 10 долларов стоило. У меня когда-то было два вида масел от бренда Redken для волос. И вот одно из них мне прям очень нравилось. Мы как раз, когда переезжали в США, у меня оставалась где-то половина упаковки. Я думала, ну ладно, зачем мне, да, вот это вот тащить с собой в Америку. У меня еще стояла полноразмерка именно в черном стекле, только там была пипетка. И вот я думаю, ну ладно, наверное, примерно за одно и то же. Вот я оставила то масло дома, а вот этого черного полноразмерка я взяла с собой. Вот этого черного мне совершенно не понравилось. Оно невероятно просто жирнило мне волосы. Я не заметила именно какой-то, ну, полезность, скажем так, для своих волос. Не знаю, попробую вот это вот масло. Я очень надеюсь, что оно больше похоже на вот то желтенькое, чем на черное. Здесь у меня тоже кое-что из масс-маркета. И первое это хайлайтер от бренда Maybelline. Называется Master Chrome. И-и-и... Господи, боже мой. Ну, чего себе, это прямо такой желтенький-желтенький оттенок. Называется Molten Gold. И это именно тот оттенок, вот этот вот хайлайтер Master Chrome, на который я просто слышала такие оды именно на американском YouTube. Просто все вообще обожают его. И очень многие блогеры его в свои фавориты включили. И я что-то не думала, что он прям настолько будет желтый. Вообще, я уже пробовала эту формулу в палетке Maybelline с Gigi Hadid. Я снимала отдельный обзор на ту палетку. Jet Setter, помню, она называлась. Мне в той палетке понравился лишь один единственный продукт. И это был хайлайтер. И я сравнивала формулу. И формула хайлайтера в той палетке, это точно такая же формула, как вот этого хайлайтера. Тот хайлайтер реально был крутой, но там был оттенок такой нежно-бело-розовенький. Прямо как я люблю. А здесь прям какой-то очень желтый. Боже ты мой, как он жирно свочится. Бау. Еще один продукт от Maybelline, это тональная основа Matte & Poreless. Вообще, у меня кожа сухая. Здесь написано для нормальной и жирной кожи. Но я заметила, что матовые тональные основы. Вот я буду как-нибудь снимать отдельное видео о матовых тональных основах. И многие матовые тональные основы реально подходят моей сухой коже. И вот сейчас на мне как раз-таки матирующий тон бренда Fenty Rihanna. Но, насколько я понимаю, здесь в составе есть то, что я очень и очень не люблю. Да, к сожалению, здесь на пятом месте наш любимый друг денатурированный спирт. Так что не думаю я, что это станет прям моим ходовым тоном, скажем так. Но я обязательно попробую именно его на своей коже и подойдет он мне или нет. Да, но сразу могу сказать, что я не буду им пользоваться каждый день. И вот это вот еще у меня подружка здесь. Я думаю, прекрасно все знают, что это такое. Вот так вот выглядит содержимое. И это, признаюсь честно, первый продукт от бренда Lime Crime в моей коллекции. И я вот думаю, что я все-таки сниму видео о критике бренда именно о Lime Crime. И в том видео я чуть-чуть в подробности выдамся, скажем так, почему именно я вот только сейчас купила кое-что от этого бренда. Собственно, да, вы меня спрашивали, игнорирую ли я этот бренд. Да или нет, и по какой причине. Потому что я никогда не показываю их продукцию в своих видео. Просто потому, что у меня ничего от них не было. И я объясню, почему. И обязательно пишите ниже под видео, если бы вам хотелось посмотреть именно за тест вот этой вот палетки. Какие-нибудь первые впечатления. Или же отдельный обзор, если бы вам было интересно, чтобы я сняла на эту палетку. И вроде бы это все, что я заказала уже. Это так давно было, я уже даже не помню. Давайте посмотрим, что в подарке пришло за покупку. Он такой увесистый довольно. Ой, тут прям много всего. И классно. Это мини-версия тональной основы в стике от бренда Anastasia Beverly Hills. И у меня был вот этот вот тон. Здравствуйте. Какой темный оттенок. Наверное, это будет мой оттенок для скульптурирования. Он называется фон. Вообще, у меня был уже этот стик от Anastasia Beverly Hills полноразмерки. Я покупала. И он мне не подошел. Он плохо сидел на коже. Так что я его вернула. Сыворотка от бренда Philosophy. Шампунь и кондиционер от бренда Pureology. Сухой шампунь от Dove. От Origins. Средство для умывания. Называется Plantscription. Спрей для волос от бренда Living Proof. И, собственно, да, здесь еще какие-то пакеты. Не думаю, что это кому-то интересно. Давайте посмотрим следующий заказ. Маленькая коробочка из Macy's. Это из новогодней коллекции от MAC. У них, соответственно, остатки всей вот этой новогодней коллекции вышли в скидки на сайте Macy's, по крайней мере. Так что я купила себе кое-что, что мне понравилось. Я очень часто делаю так именно с лимитками от MAC. Если что-то меня привлекает, но оно не супер популярное, то я немножко жду. И вот все остатки, если их не раскупили, то они непременно выходят в скидки. И мне вот из новогодней коллекции очень понравилась вот эта вот вещь. Боже мой, какой милый шарик такой тяжеленький. Здесь три пигмента от бренда MAC, рассыпчатых оттенок English Guild, Gold и ванила. Тот самый, как же я давно хотела эту ванилу. И еще одно трио помад, как раз таки формуле Lingerie, тоже от бренда NYX. И это оттенки Honeymoon, Satin Ribbon и Seduction. Формула этих помад мне нравится, так что мне обязательно пригодится этот наборчик. И это вот весь мой такой маленький заказ от Macy's. Давайте дальше пойдем. Давайте будем чередовать магазины. Это с сайта Sephora. Эта коробка у меня тоже уже давно тут лежит. И я сделала этот заказ, когда у них была акция в конце декабря. Купи на 50 долларов, получи скидку 25 долларов. Они вот делают раз в год. Во-первых, что я заказала, ну, собственно, вот это то, на что я потратила с скидкой 25 долларов. Это вот этот вот крем для тела от бренда L'Occitane. Он называется Milk Concentrate. Мне приходят, когда пакетики сэмпл этого крема, я их вскрываю. И сразу же начинаю на себя мазать, потому что этот крем шикарно работает именно с моей сухой кожей. У меня экзема еще на коже. Это стекло. Тяжелая банка. Стоит этот засранец, простите, 50 долларов. Конечно, это не то, что нужно кому-то вообще в жизни, мне кажется. Это скорее такая вещь, которую я взяла, чтобы, ну, побаловать что-ли себя в какой-то степени, да. Потому что действительно у меня нет ни в необходимости, но он мне очень нравится. И еще у меня в этом заказе вот эта вот палетка от бренда Kat Von D. И я не буду ее вскрывать, вот эта вот моя палетка точно такая же. Я сейчас покажу, как она выглядит внутри. Как же тяжело она открывается. Вот это единственный ее недостаток. Я в нее уже не один ноготь сломала. Зачем ты купила вот это, вот спросите вы. Потому что мне действительно нравится эта палетка. И я надеюсь, что скоро у меня будет 20 тысяч подписчиков здесь на YouTube-канале. И, соответственно, будет новый giveaway, секретный, как и предыдущий. Так что обязательно смотрите мои видео. Я так где-нибудь тихонечко упомяну, где-нибудь так, в какой-нибудь части видео. Не буду большими буквами писать, что это розыгрыш. Потому что цель моя это порадовать кому-то, кто действительно меня смотрит, кому я действительно нравлюсь. А не там привлечь еще кучу подписчиков. Я думаю, что кому я нравлюсь, тот со временем меня сам найдет. Это тоже заказ сайта Американской Ульты. Первое, что у меня в этом заказе, это четверка помад от бренда Anastasia Beverly Hills. В этом наборе должно быть 4 оттенка пыльной розы, разной степени пыльности. У меня сейчас есть единственная помада из этой коллекции. О, боже мой, какой красивый оттенок. Вот она моя полноразмерка. Это, соответственно, набор вот таких вот этих 4 мини-версий. Формула мне понравилась. Это та помада, которая наносится так чуть-чуть шершавенько, что ли, на губы. И она застывает, ну, практически полностью матовой. Это очень интересная формула. Я похожую формулу еще видела у кое-какой помады, очень бюджетной. Я обязательно расскажу в видео о бюджетных аналогах люкса. Это шампунь от бренда Cloran. Для сухой кожи головы, наверное, правильно это называется. Это серия с пионом. И изначально вот этот вот шампунь ко мне приехал, ну, там был шампунь, кондиционер для волос и, соответственно, спрей вот из этой линейки с американского сайта Influencer для блогеров. И я уже в инстаграм выкладывала отзыв, соответственно, на то, что они мне прислали. И из вот этой вот линейки шампунь прям меня ранил самое сердце. Я уже как-то упоминала, что у меня экзема, в частности, на коже головы тоже. И шампунь это то, что просто вот в миллион раз делает хуже именно мою экзему, если шампунь не подходящий. Поэтому, когда я нахожу хороший шампунь, я в него вцепляюсь, его не отпускаю. Я очень-очень-очень много разных шампуней перепробовала. Я не знаю, в чем дело, но как бы чем дороже шампунь, тем он лучше именно работает на моих волосах. От дешевых шампуней масс-маркета у меня просто вот такой холивар начинается на коже головы, и я никому не желаю. Вы имеете вот это вот, потому что вы просто ночью просыпаетесь от того, что вы вот так вот раздираете свою кожу, потому что это все дело... Ну, в общем, не нужно вам это знать, и вот этот вот шампунь действительно, наверное, самый дешевый из тех, что действительно работает. И у меня вот... Я начала им пользоваться, у меня мгновенно все вот зажило на голове, и жизнь моя действительно наладилась. То, что мне вот этот вот сайт прислала, у меня уже закончилось. Соответственно, я пошла и купила себе сама вот эту вот огромную бадью 400 мл кондиционера. И вот этот вот спрей меня как-то, ну, нормально, не скажу, что они меня прям как-то покорили, но вот этот шампунь, это действительно то, что на мне работает, и не является супер дорогим. Так что, если у вас есть тоже проблемы с кожей головой, мне кажется, что бренд Colorant представлен тоже и в России, он в аптеках продается. Ну, либо если же у вас есть шампунь, который действительно работает, то ни в коем случае его не меняйте. В этом пакетике у меня какие-то рандомные покупки косметические. А то там-то тут что-то увижу, куплю, и я вот сюда вот все вкладываю. Давайте по порядку пойдем. Это набор картошей для губ от бренда MAC. Я его купила в американском магазине Marshalls. Это стоковый магазин, и туда привозят именно продукцию, которую уже, ну, бренд как бы не желает продавать. Они хотят просто быстро избавиться от того стока, что у них есть. Оттенки называются Cultured, etc. и Best Spoken For. Там же я нашла жидкие матовые помады от бренда Anastasia Beverly Hills. Я уже миллион раз рассказывала, что это очень сушащие помады, но их оттенки это просто красота и восторг. И эти помады делают губы прямо пухлыми внешне. Я их никому не рекомендую, но я ими иногда пользуюсь, несмотря на их недостатки. Я взяла оттенок Soft Lilac. И вот эти вот две в одном и том же оттенке. Он называется Naked. Второй оттенок точно такой же, соответственно, я его взяла, чтобы он пошел тоже в giveaway в будущий. Также я зашла в магазин Morphe. У нас здесь неподалеку открылся магазин. И я взяла их жидкую матовую помаду. Оттенок называется Suspect. Карандаш для губ от бренда Urban Decay. Это уже не первый мой оттенок. У меня есть оттенок, он называется Turn On, по-моему. И вот этот называется Manic. Это должен быть... Ну да, это тоже их естественно. Пыльная роза. Ну, конечно, что же я еще могла выбрать? Это патчи под глаза с сайта iHerb. Я как-то в видео упоминала, что мне не понравились патчи именно с енотиком с сайта iHerb. У них неудобная форма. Они щипят мне под глазами. Они практически вообще ничего не делают. Их там нужно полчаса держать. Короче, вообще я их не поняла. И мне посоветовали под видео вот эти вот патчи взять. И у них должна быть удобная форма. И они должны действительно работать. Так что я обязательно их попробую и поделюсь с вами отзывом. В этом пакетике ко мне приехала мини-версия. Новый продукт от бренда Touch. Это дорогой очень уход. У меня есть там парочка продуктов от них. Очень многие бренды, американские, по крайней мере. Я не знаю, есть такое в России или нет. Но когда некоторые американские бренды выпускают какой-то продукт, можно зайти просто к ним на сайт, заполнить форму. И они вам пришлют мини-версию. Ну, просто так. Вот не нужно там быть ни блогером, ни кем. Просто абсолютно любой человек. Кто зайдет на сайт, заполнит эту форму, получит, соответственно, вот этот продукт бесплатно. Таким же образом я получила тушь новую от Urban Decay. Мини-версию. Вот эту Trouble Maker, которая секс-пруф у них. Я рассказывала о ней в видео об антипокупках. Она ужасная. Она мне совершенно не понравилась. И вот это вот новое средство бренда Touch. Я тоже зашла просто на сайте, заполнила форму. Продукт называется The Deep Cleanse. Я его еще не пробовала. Обязательно попробую. Если вам интересно, поделюсь отзывом на него. Я в Instagram Stories всегда, когда такая акция происходит, у кого есть адрес США, можно пойти и вот это вот дело, собственно, заполнить и тоже получить миниатюру. Так что подписывайтесь на мой Instagram. Я обязательно в Stories выкладываю вот эти вот вещи. Конечно, для этого нужно иметь адрес США. Но если вы уже заказываете через какой-нибудь посредника, да, если у вас уже есть адрес какой-нибудь посредника, то, мне кажется, это отличный вариант. Можно вот пробовать косметику и ничего за это не платить. И, к слову, к вопросу о косметике, за которую можно не платить. Я вот в конце сказала, что покажу кое-что, что мне прислали американские сайты. Я подписалась недавно на новый сайт. Он называется Octoly. До этого я была подписана на Influencer. Только еще там на парочку сайтов. В общем, я ниже оставлю ссылки на сайте, которые вам могут отправлять продукцию бесплатно на обзор, если у вас есть там хотя бы, ну, какой-то небольшой фоллоуин, да, если у вас хотя бы есть, ну, какое-то количество подписчиков. Вот сайт Influencer мне отправил первую коробку, когда у меня было 500 подписчиков в Instagram. У меня даже не было YouTube-канала. Вот, кстати, очень важную вещь хочу затронуть. Вот эти вот сайты Influencer и Octoly. Я от них принимаю продукцию только исключительно потому, что они не просят меня заранее снимать никакие неположительные видео, никакие положительные посты в Instagram выкладывать. Они просят действительно мое честное мнение. Так что, вот, ну, если вам интересно, можно вот то, что с Influencer, да, мне прислали, я куда-нибудь ниже кину видео с честным обзором на бесплатную косметику. Я действительно не стесняюсь что-то ругать, если оно мне не понравилось. Только на нем, только на этом условии я соглашаюсь от кого-то принимать продукцию. Я не соглашаюсь с принимать продукцию, если меня заранее просят снять какой-нибудь положительный обзор. Нет, все в сад. У меня маленький канал, боже мой, сколько я уже писем получила, снять положительное видео о чем-то, что мне там пришлют. Нет, я буду говорить только то, что я думаю, и мнение будет моим честным. Потому что, ну, доверие, действительно, зрители, мне кажется, это единственное, что есть у блогеров. Потому что без доверия зрителей нет зрителей. А без зрителей, собственно, нет всего канала. Так что, нет, исключительно причина, да, та вот, по которой я принимаю продукцию с этих сайтов, это то, что они просят мой честный обзор. Я надеюсь, что вы теперь немножко больше понимаете, да, и мою позицию в плане вот этих вот всех обзоров, рекламы и так далее. Давайте уже посмотрим, соответственно, то, что мне пришло с этого сайта Octoly. И первое это от бренда Estee Lauder Bronzer. Он называется Bronze Goddess. И я выбрала оттенок Light. И, честно говоря, мне немножко страшно, что он окажется для меня слишком светлым. Там, по-моему, было три оттенка. И вот так вот выглядит этот бронзер. Здесь кисточка и уже волосочек из нее так чуть-чуть лезет. Я обычно все вот эти вот кисти из вот подобных вот вещей, я их туда вот куда-то убираю, никогда им не пользуюсь. Ого! Ничего себе! Он совсем даже не очень светлый, такой оранжевенький. Оттенок, я думаю, мне подойдет. Возможно, он будет даже слишком тепловат. Но, собственно, это и бронзер и есть. Давайте я его посвочу. Оттенок такой довольно оранжевенький, теплый, но финиш красивый. Финиш сатиновый. Здесь нет блесток совершенно, но в то же время он не матовый. Я люблю бронзеры с сатиновым финишем, так что начало хорошее. Он, возможно, чуть-чуть слишком теплый для меня. Но посмотрим. Обязательно его попробую на лице. Напишите ниже, если вам было интересно, чтобы я его задействовала в видео, к примеру, за тестом косметики. Когда мы делаем чек-вину, соответственно, вечером, да, смотрим, как косметика подержалась. Он сделан в США. Аромата здесь нет вообще. И здесь 21 грамм продукта. Боже мой, это очень много. Мне кажется, за всю жизнь столько бронзера на себя не измажешь. И вторая вещь, которая ко мне приехала с этого сайта, это тональная основа от бренда Urban Decay. Она называется All Nighter. Знаменитая. Я взяла себе оттенок 2,5. У меня оттенок был 3,5. Вот у меня мини-версия сейчас лежит в столе. В частности, я очень хотела себе вот эту полноразмерку, потому что она очень красиво выглядит. Ну, очень классный дизайн баночки. Вот она моя мини-версия. Я пользовалась ей последний раз летом, то есть уже довольно давно. Я, наверное, уже не буду пользоваться. Ну, мало ли все-таки, что там упаковка открытого типа. Я лучше вот на вот эту вот штуку перейду и заодно посмотрю, как сейчас вот он работает с моей кожей. Что я помню, вот этой вот баночке, у этого тона полное покрытие и финиш он оставляет не влажный на коже. Он oil-free, здесь в составе нет спирта денатурированного. То есть, ну, собственно, я поэтому и взяла вот эту вот вещь, потому что он мне по составу подходит. Я помню, что он у меня вот здесь в уголочках чуть-чуть мог собраться, соответственно, по истечении полного дня. Но я обязательно снова его попробую и посмотрим, как он держится в течение дня. Еще что я знаю про него, что это один из самых именно возвращаемых тональных основ в Sephora. Ну, не столько и возвращаемых, сколько их приносит, чтобы обвинять на другой цвет, потому что он чуть-чуть окисляется. И это известный факт про этот тон. То есть, советуют его нанести, походить по магазину и только уже потом сравнивать, соответственно, оттенок. Ну, собственно, здесь такая же ситуация, как с тоном от Riana Fenty, потому что он прям явно окисляется. Вот этот вот окисляется даже чуть меньше. На сегодня это все. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным. Если так, то ставьте пальчики вверх. Я буду и дальше копить свои заказы косметики и время от времени снимать для вас распаковку. Огромное вам спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки. Обязательно пишите ниже в комментариях, если вас интересует отдельный обзор на что-либо из того, что появилось в моей коллекции. Еще раз большое вам спасибо за абсолютно любую вашу активность под моим видео, потому что именно вы таким образом помогаете моему каналу расти и развиваться. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok